В Красноярске введен режим черного неба первой степени опасности. По словам МЧС, дым в городе появился из лесных пожаров с севернее Красноярска. По другим данным, ухудшили ситуацию и метеоусловия. Какая погода установится на этой неделе и как жить под черным небом, знает Алина Сануева. В эти выходные ситуация была действительно крайне плачевная. Была конкретная жесть, дышать просто было нечем. И это уже действительно достало. Скажи мне, вот твоя татуировка в форме противогаза на шее, что ты хотел показать? Потому что ты устал молчать. Да, я действительно уже устал молчать. Это своеобразный знак протеста. Люди все молчат, но объединившись, мы действительно можем чего-то добиться. И этот противогаз, это не последняя моя татуировка. Я планирую дальше забивать на тему проблем нашего города. По словам сотрудников МЧС, режим черного неба в городе ввели из-за пожаров в севернее Красноярска. А по данным среднесибирского УГМС, ситуацию ухудшили метеорологические условия. Это безветренность и повышенная влажность. В любом случае, выходные красноярцев были испорчены. Я вот утром хожу очень рано, гуляю по городу, да. Такой смог невыносимый. Идешь, дышишь и не знаешь, чем ты дышишь. Открываешь окно, на улице все задымлено. Ужасный запах, выходные были просто испорчены. Дышать тяжело. Как раз это в ночь было, и спать невозможно было. Очень трудно дышать. Особенно те, у кого сердце, больное давление. По данным врачей, во время режима черного неба могут проявиться и обостриться сердечно-сосудистые, легочные и другие хронические заболевания. Специалисты говорят, не спасают даже маски. Желательно уехать из города. Лучше не выходить из квартиры в этот момент. Награничить физическую нагрузку, естественно. Метод, как защита, завешивание плотной ткани оком, наверное, спасет от пыли, но от угарного газа. От других газов навряд ли. Если дело в погоде, то ситуация должна выправиться. В Красноярск возвращается теплая и сухая погода. Во вторник, 19 июля, воздух прогреется до плюс 23. В среду, по данным портала Гесметия, потеплеет до плюс 25. Синоптики обещают, дождей на этой неделе не будет. В четверг, 21 июля, температура воздуха ночью 15 градусов. Днем до плюс 27. В пятницу, субботу и воскресенье практически все метеопорталы дают схожие прогнозы. Жара без осадков плюс 30. Однако купаться и загорать на красноярских водоемах категорически не рекомендуют. Вода и почва не соответствуют гигиеническим нормативам. Есть угрозы заражения гепатитом А, кишечными и другими вирусными инфекциями. В зону запрета попали ранее разрешенные места отдыха. Искусственный водоем острова Татышев, Абаканская протока, озеро парк Октябрьский, а также пляж Бархат в Березовском районе. Поэтому на выходных в качестве альтернативы можно выбрать озера Хакассии. Синоптики прогнозируют там жаркую, но переменчивую погоду. В среднем до плюс 25 градусов. Алина Сануева, Илья Сенкевич, 7 канал. Добавим, в Красноярске режим черного неба продлили на всю неделю до вечера пятницы. В Министерстве природных ресурсов и экологии Край сообщили, за выходные на горячую линию поступило около 50 обращений от жителей города. Все они жаловались на неприятный запах. Специалисты эколаборатории взяли пробу на количество органических веществ в атмосфере воздуха, но их превышение не зафиксировано.